Сегодняшняя тема Чтобы понять, что из себя представляет профессия, начала изучать каналы англоязычных моделей. В конечном итоге я решила отправить свои снэпы, фото без макияжа, в одно крупное модельное агентство, и меня взяли. Я нахожусь в постоянных командировках. Например, в феврале и сентябре я обычно приезжаю на неделю моды в Милане, а с октября по декабрь улетаю в Азию. Летом я, как правило, нахожусь в одной из стран Европы, в прошлый раз это была Греция. Но в разъездах есть и время на отдых. На Новый год я провожу около двух недель с родителями, а потом полтора месяца сдаю сессию. Образование, кстати, получаю заочно. В галерее смотри, как выглядит 31-летняя плюс-сайз модель и феминистка, зарабатывающая 140 тысяч долларов в год, конечно же, в чрезмерном внимании к еде. До прихода в профессию я не заботилась о цвете своей кожи и фигуре так сильно. Из-за необходимости всегда выглядеть хорошо и свежо. Нужно усердно следить за питанием, что даже больше походит на озабоченность. Это привело меня к РПП, расстройству пищевого поведения, психологическое расстройство, к которому относится нервная анорексия, нервную булимию, психогенное переедание, прим, ред, и проблемам с женским здоровьем. Но работа с психологом дала свои плоды и привела меня в порядок. Кроме того, из-за постоянного общения с иностранцами, в разговоре с русскими друзьями у меня постоянно проскакивают английские слова. Зато я очень быстро могу выучить язык. Также научилась даже в самые серые дни улыбаться. Это нужно для того, чтобы на площадке и в кадре выглядеть позитивным. Даже если у тебя выгорание или мрачное настроение. Конечно, столько общения с людьми очень помогает. Я обрела кучу друзей по всему миру, благодаря стольким знакомствам у меня получилось создать клиентскую базу для своей онлайн-студии растяжки. Но если становится тяжело, стараюсь отдыхать, смотрю фильмы, сериалы, занимаюсь танцами, изучаю историю искусств и маркетинг, это помогает. Читай также, а еще смотри, как итальянцы воспринимают российских женщин.